На календаре 8 марта. А значит, сегодня Международный Женский День. С праздником, дорогие женщины! Это ваш день. День весны, красоты и нежности. В это время солнышко начинает пригревать землю, и на лесных проталинках появляются первые подснежники. Сколько удивительного и чудесного в мире! И всё же главное чудо – это женщина. Великая тайна природы, неразгаданная загадка вселенной. Заметьте, что только самому главному в нашей жизни мы даём женские имена. Любовь, Родина, Жизнь, Семья, Мама. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее. Не найдёшь теплее рук и нежнее маминых. Не найдёшь на свете глаз ласковей и строже. Мама каждому из нас, всех людей дороже. Сто путей, дорог вокруг, обойди по свету. Мама – самый лучший друг, лучшей мамы нету. Женщины, хрупкие, нежные, с праздником вас, дорогие! Мягкие и белоснежные, добрые и неземные! Вместе с весной расцветаете, счастье несёте с собой. Словно печаль не знаете, хоть ежедневно в заботе. Вы словно космос безбрежный, сильные и волевые. Верные, честные, грешные и навсегда молодые. Чтоб у вас жизнь всё ладится, что захотите сбывается. И до самой глубокой старости каждая в счастье купается. Чтобы хватало вам силы жить, любить и творить. Ведь без прекрасного пола мужчинам на свете не жить. Женщина не может без весны, без волшебных праздников природы, без капели, без голубизны, без фантазии, неуёмной моды. Женщина не может без мечты, и недаром говорят в народе, дай им волю, вырастут цветы в каждом месте, при любой погоде. Женщина не может без любви, без огня её и озаренья. Пусть для женщин в рощах соловьи ищут и находят вдохновение. Женщина не может без семьи, дай ей силы не терять удачи. Счастье каждой женщины земли вечно будет жить в глазах ребячих. Любите женщину, носите на руках и называйте гордо королева. Ей не нужны бриллианты и меха, а лишь любовь, забота, ласка, вера. Вы говорите чаще ей о том, что нет на свете глаз её красивей. Но может быть не сразу, но потом она поймёт, что нет её счастливей. Дорогие мужчины, вы заметили, что весной наши женщины становятся ещё красивее. Они словно превращаются в каких-то неземных волшебниц, которые дарят нам свои улыбки, свою доброту и нежность. А как вы думаете, какой подарок хотели бы получить на 8 марта наши женщины, ваши половинки? Правильно, самые разные. Но вот цветы к ним должны быть обязательно. А вот как правильно составить букет и какие цветы дарить, расскажем в нашем сюжете. Доброе утро! Да, даже если завтра завьюжат метель, ударит мороз или пойдёт снег, не страшно. Потому что на календаре весна. И сегодня самый классный, самый первый весенний праздник – Международный женский день 8 марта. Не верьте, не верьте женщинам, которые говорят, что не любят цветы. Цветы любят все женщины, абсолютно все. Пусть это будет небольшой букетик весенних ландышей, или миллион алых роз, или цветы, выращенные на собственном участке, на даче, в огороде. Мы все любим цветы. У цветов есть свой язык, и вы тоже об этом знаете. Ну, к примеру, жёлтые тюльпаны – вестники разлуки. А алые розы – признак страсти, признак любви. Ну, что ещё сказать? В общем-то, я не особо разбираюсь в языке цветов, поэтому мы сегодня в гостях у замечательного флориста, который язык цветов знает давно и помогает сегодня нашим мужчинам составить букет для своих любимых, для своих невест, для своих девушек, для своих мам, бабушек, тётушек и дочек. Итак, мы в гостях у Жанны. Доброе утро, доброе утро, девочки, с праздником вас, с Международным женским днём 8 марта. Давайте поможем сегодня нашим мужчинам составить букетики, праздничные букетики для своих любимых женщин. Владелица цветочного магазина Жанна Туркменова и её помощницы готовы подсказать, как правильно составить праздничный букет. Разнообразие цветов в магазине говорит о серьёзном подходе к делу, которым занимается Жанна. Причём вместе с супругом Давлетом и дочками Айной и Айгуль. Они стали инициаторами создания семейного цветочного бизнеса. Мы всё это делаем с мужем. Он доставляет, он привозит, он уже знает тоже все названия цветов, всех может собрать, уже оттенки тоже понимает, всё это тоже знает. Ну, это как бы семейный бизнес у нас. Хочется как бы людям сделать приятное, чтобы они ушли довольные, чтобы пришли второй раз, третий раз. Стараемся, хотим. Но бывает, конечно, что у кого-то завидают цветы. Это нам, конечно, бывают и минусы в работе нашей. Но больше идут плюсы. Как бы мы любим эту работу. И нравится, конечно, что вот у нас в ауле, а в других аулах это всё так же развивается, цветочный бизнес. Развивать цветочный бизнес в сельской местности довольно сложно. У кого в огороде или на приусадебном участке не растут красивые кустарники, радующие глаз? Да и не принято как-то было дарить букеты сельским женщинам. А если такое и случалось, то, во всяком случае, не демонстративно. Скромненько так. О том, что означают цветы в подаренном букете, можно догадаться по их цвету. Так, к примеру, белый цвет всегда ассоциировался с невинностью, чистотой помыслов. Белые цветы символизировали нежность, юность, поэтому их было принято дарить молодым женщинам. Такая традиция существует и сегодня. Вот хочу сейчас собрать молодому человеку букет. Он заказал своей девушке. Он хочет нежный букет. Сказал, сделайте на своё усмотрение. Если нежный, думаю, то гортензию можно, кустовую розу, можно гиперикум, зелень. Ну, тут уже как каждый раз букеты собираются по-разному. Не знаю, или по настроению у меня, или даже не знаю, от чего это. Но оно как бы снутри идёт. Глаз как-то смотрит совсем по-другому. Но ещё я люблю смотреть в зеркало. Букет вижу я ещё с зеркала. Когда я смотрю на букет, я его совсем вижу по-другому. А когда смотрю в зеркало, совсем по-другому. Таким вот приёмом посмотреть в зеркало на отражение букета, который собирает флорист, пользуются и художники, и фотографы. И ещё совет для тех, кто сам составляет букет. Собирается эта цветочная красота по спирали. А может быть, вы представляете себе ту девушку, которая достанет с этого букета? Может быть. Иногда мы живём в ауле, мы почти всех друг друга знаем. Знают даже таких клиентов, девочки, какие цветы они любят. Какие не любят. Да. Ну, большинство всех людей уже, которые живут здесь. И не только в Ногайском районе у нас здесь, но и с севера, и даже с Америки бывают, звонят. Их неродные все здесь, и они хотят поздравить. Розовые и красные оттенки многогранны и даже противоречивы. В зависимости от того, о каком цветке идёт речь, они могут означать любовь, страсть, жажду мести и возмездия, желание жить, свободу. Так красные розы и гвоздики символизируют крепкую любовь, тогда как маки считаются символами траура и глубокой печали. Все мужчины любят красный роз. Я всегда удивляюсь, что расцветок очень много цветов, очень цветовая гамма, очень большая. Но всегда они возвращаются, выбирают, выбирают, и всегда возвращаются именно к красным цветам. Это мы уже все знаем. Молодые мужчины тоже, они любят красный цвет. Редко бывает красный и белый. Но розовое, а девушки большинство любят светлые оттенки. Есть женщина, которая постоянно заказывает своим подругам букеты. И именно одни и те же. Она любит очень хризантемы. Мы её любим, эту бабушку. Всегда она всем дарит цветы. Именно она любит белые хризантемы. Есть молодые люди, даже взрослые, которые каждый месяц дарят даже свои цветы. Мы уже знаем, даже какие предпочтения любят их жены, девушки. Всегда стараемся делать хорошо. Роза – цветок особенный. Он буквально наполнен смыслами. Ещё в древности люди считали розу символом гармонии и совершенства. Значение имеет и количество цветов, если розы преподносят в виде букета. Семь или девять цветков – восхищение, любовь, желание. Одиннадцать – любовь супругов друг к другу. Девятнадцать – символ нового брака. А вот двадцать семь означают сильные чувства и верность. Двадцать девять – любовь, проверенная временем. Каждый год езжу на мастер-класс. Стараюсь, да. В Пятигорске была, училась. Потом в Ставрополье тоже на мастер-классы ездим. На один, на два дня, на три дня. Каждый раз надо обновляться. Мода, цветочная мода не стоит на месте. Её постоянно надо обновлять. В год два-три раза. Цветы разные бывают. Сейчас, например, в том году были очень модные жёлтые тюльпаны. Очень. Так они всё-таки разлучники? Да, нет. Жёлтый цвет – цвет богатства. Я всегда говорю. И уже взрослые женщины, они любят больше жёлтый цвет, яркий цвет. А молодёжь любит светлое, бежевое, персиковое, кремовые оттенки. Взрослые женщины, бабушки, они больше как бы классика. Красные розы просто под ленту или в прозрачку. А молодёжь тоже любит красные розы, но только чтобы были большие букеты. 51, 101, 25. Да, вот так. Мечтая когда-то стать профессиональным ландшафтным дизайнером, Жанна Туркменова прошла долгий путь от продавца семенами и удобрениями до владелицы магазина цветов. Мечта пока не осуществилась, но времени впереди ещё много. Да и мечты имеют свойство забываться. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Жанночка, спасибо вам большое за то, что пустили нас в своё прекрасное цветочное царство, где обитают в воздухе удивительные ароматы. А теперь давайте вместе поздравим наших женщин с весенним праздником 8 марта. Милые наши дамы, поздравляем вас с 8 марта. От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Пусть в каждом доме раздаётся только детский смех, чтобы вы видели только улыбки своих детей, внуков, своих родных и близких, чтобы в домах ваших царило счастье и любовь. И любовь. Весна и женщина одной природы. Лёгкие, воздушные, головокружительные и обворожительно нежные. Летят столетия, но женщина навсегда останется для мужчины загадкой и пленительной мечтой. Женщины непредсказуемы, их невозможно понять, жалуются мужчины. Но ведь и не любить их тоже невозможно. Поздравляю с 8 марта, девчата. Всем удачи, счастья, здоровья и успех. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и любви. Дорогие женщины, я вас поздравляю. Желаю вам, во-первых, здоровья, счастья, любви и всего хорошего. Удачи вам. Поздравляю вас праздник во всем марта. Желаю вам здоровья, весеннего настроения, чтобы всё было хорошо, как вы желаете в жизни. Счастья и больше улыбок. Уважаемые женщины, дамы, хотел бы от всей души поздравить вас с днём 8 марта. Хотел бы от всего сердца пожелать вам здоровья, любви и счастья. Поздравляю всех женщин Карачаи и Черкесии с наступающим международным женским днём. Счастья, здоровья, мирного, мирного неба. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю, что самое главное – здоровья. И всех благ. Желаю, чтобы все были прекрасны и красивы. И счастья много вам. Больше. Чем больше счастья, тем лучше. Дорогие наши женщины, наши мамы, наши бабушки, вы – душа и сердце нашего мира. Вы сильные и нежные, мудрые и талантливые. Вы умеете радоваться жизни в любой ситуации. Пусть всегда вас окружает любовь и внимание ваших близких. А в сердце живёт весна. С праздником, дорогие! Счастья вам!